приветствую всех с вами олег саламаха с 26 по 30 декабря в узбекистане в городе самарканде состоится один из главных турниров этого года чемпионат мира по рапиду и блицу три дня у нас будет идти рапид и два дня блиц я буду показывать вам самые интересные партии именно рапида блиц уже показывать не буду итак у нас с вами будет три обзора но и на обзор я буду брать где-то от 15 до 20 партий и в конце как обычно буду показывать таблицу с результатами всех участников соревнования играет у нас более ста шахматистов участвует вся элита магнус карлсон играет сильнейший шахматист планеты не участвует только алироза феруджа который снялся с этого турнира ставим лайк до начала обзора это позволит моим видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран на экране вы сейчас видите всю самую необходимую информацию расписание а также формат турнира контроль у нас 15 минут плюс 10 секунд добавления 13 туров играется у нас в открытом турнире и 11 туров женском белыми играл ливон аронян черными играл александр рязанцев друзья я решил показывать вам в каждом обзоре 20 партий поскольку сегодня в первом игровом не у нас будет пять туров поэтому я покажу по четыре результативные партии из каждого тура и в конце как обычно под интересную музыку я покажу вам результаты участников после пяти туров абсолютно всех а играет у нас 202 шахматиста и так давайте посмотрим партию играет у нас американец ливон аронян который ранее представлял страну армению но александр рязанцев представляет россию разыгран у нас закрытый дебют ливон ранян разыгрывает закрытое начало и разыгран у нас разменный вариант ферзио гамбита ничего интересного не происходит позиция получается спокойная после водя е8 h3 белый делают полезный ход не пускают слона на поле g4 и черные отвечают опять после водя d1 сона 6 происходит размен белопольных слонов слон d2 и черные начинают теснить фигуры белых b5 и после ферзь c2 черные захватывают пространство еще ходом a4 конь е2 играет ливон аронян чтобы черные сами не сыграли b4 конь d7 черный тем временем заканчивает развитие после коня в 4 конь е4 конь d3 играют белые в их план входит оккупация пункта либо е5 либо c5 по возможности ферзь е7 водя c1 белые поддавливают на пешку на поле c6 но она не слабая так как водя на поле a6 ее спокойно защищает h5 играет рязанцев слон е1 играет ливон аронян переводит слона подкрепляет пешку на поле f2 на случай всяких неприятностей и черные отвечают g5 конь е5 слон е5 d е теперь получается так что освободилось поле d4 куда белые впоследствии могут например перегруппировать своего коня также белые могут сыграть a3 поставить коня на b4 при случае планов множество александр рязанцев играет конь бьет е5 или вон аронян как раз осуществляет выше указанные действия конь b4 напал на пешку на поле c6 пока по крайней мере прицелился ладья b6 f3 теперь белые прогоняют фигуру черных после конь d6 подрывает ливон аронян ферзевый фланг ходом b3 a b a b ну и вот здесь наступает критический момент в партии на двадцать пятом ходу здесь александр рязанцев ошибся ходом ферзь е6 и этот ход позволяет белым взорвать центр ходом е4 тут черным надо было действовать очень жестко и конкретно и в их распоряжении имелся замечательный ход g4 черный таким образом взрывают королевский фланг ну и понятно что f4 белые сыграют чтобы прогнать фигуры черных и вот тут как раз таки за черных есть очень сильный ход конь е4 черные подставляют коня под бой пешки при этом наваливаются на пешку на поле е3 и выясняется что после bc bc у белых серьезные проблемы несмотря на то что у них лишняя фигура здесь инициативой причем прочной владеют черные пешка на поле е3 у белых слабо конь на поле е4 будет просто монстр грозит сейчас взятие жаж с оголением короля белых и здесь на самом деле игра идет просто на все три результата но понятно что решиться на такую жертву было чрезвычайно трудно версии 6 играет рязанцев и тут ливон ронян тоже ошибается ходом слон c3 здесь он мог получить перевес как я уже и сказал взрывая центр ходом е4 после dc5 двойной удар на коня и на ладью конь c8 ход единственный и теперь просто fc мы убрали коня с поля d6 который держал поле е4 под контролем и здесь у белых хороший позиционный перевес слон перейдет на поле c3 случае чего белый атакует пешку где-то на поле g5 убил здесь на самом деле хороший позиционный перевес но вместо этого давайте вернемся после хода ферзь е6 ошибки александр рязанцева ливон ронян тоже допускает по марку играя слон c3 конь f5 александр рязанцев нападает на пешку на поле е3 ферзь f2 играет ливон ронян защищает эту пешку и создает угрозу е4 с двойным ударом на коня и ферзь скрывается на ладью на поле b6 но и вот здесь александр рязанцев удивительно но продумав полторы почти минуты то есть в цветноте он особо мне был зевнул как раз таки тычок е4 сыграл g4 в самый неудачный для себя момент александр рязанцев и после этого с треском проигрывает партию конечно здесь надо было сыграть профилактически например ладья b7 таким образом черный уводят ладью из-под удара е4 белые все равно осуществляют этот тычок тогда d e f e конь h4 ну и после сон е5 ферзь е5 ладья бьет c6 белые могут съесть пешку сейчас мы видим что белые отыграли пешку потому что до этого они пожертвовали за инициативу ну и после ферзь бьет е4 конь d5 грозит вилка на поле f6 король f8 еще один очень сильный и точный ответ теперь конь f6 не работает потому что просто съедят ладью на поле c6 ладья h6 белые уводят ладью из-под удара нападают соответственно на пешку на поле h5 и снова создают угрозу ходом конь f6 ну и вот здесь ладья е6 могут сыграть черные опять же довольно сильный ответ и после ладья бьет h5 ферзь е5 и у черных здесь все в порядке как мы видим материалы сейчас поровну три пешки против трех фигуры достаточно активные у обеих сторон и партия должна закончиться в ничью но после ферзь f2 g4 сыграл александр рязанцев и после е4 увы и ах но проигрывает российский гроссмейстер висит конь висит ладья после de fe коня 6 играет александр рязанцев и просто отдал ладью на поле b6 чистую сочную ладью после же аж ферзь е3 предсмертный шах объявил александр рязанцев ну и после хода король h1 на 32 ходу сдался вот так вот закончилась неожиданно эта партия зевко молоди от российского гроссмейстера идем дальше белыми играл бугар афган оглу осадли черными играл рихард раппорт и так давайте посмотрим интересную партию была разыграна защита каракан после a5 a4 f6 черные подрывают центр белых и конь h4 играет в угар осадли нападая на слона но при этом жертвуя пешку на поле е5 fe конь f5 еf de конь е5 рихард раппорт спокойно все забирает после ладья е1 он не боится никаких вскрытых шахов играет спокойно слон d6 слоны в 4 играют белые и конь g6 рихард раппорт вообще ничего не боится опасных отскоков слона с поля едва особо вроде бы нет после слона d6 fd6 c4 играет в угар осадли пытается все-таки скрывать игру так как король у черных застревает но d4 рихард раппорт старается держать позицию закрытой и вот тут в угар осадли ошибается ходом c5 чересчур он переоценивать свою позицию надо было сыграть здесь слон d3 шах и после конь е7 например можно заканчивать развитие сыграть конь d2 после длинной рокировки ферзь c2 белые атакуют пешку на поле f5 ну и позиция здесь примерно равные и так c5 белые стараются использовать преимущество в развитии то что король вроде бы у черных попадает под скрытый шах но рихард раппорт ничего не боится играет ферзь бьет c5 и тут в угар осадли допускает еще одну ошибку играя коня 3 но здесь уж то точно надо было сыграть мы уже пожертвовали две пешки надо было хотя бы одну-то отыграть ходом слона 6 вот таким вот шахом нападаем на пешку на поле b7 и объявляем скрытый шах после конь е7 слон бьет b7 ладья а7 может быть здесь чего-то испугался азербайджанский шахматист но есть ход слон c8 может быть и этого хода он издали не заметил теперь конь не может взять слона потому что просто он связан рокировка тогда сон отходит на е6 шахом и после короля швосем белые спокойно играют coin d2 у черных одна лишняя пешка у белых есть сейчас угроза конь b3 с атакой ферзя и пешки на d4 отыграть материал ну и позиция примерно равные после же ферзь бьет c5 коня 3 спокойно играет в угар афган значит углу осадли ну и теперь их раппорт просто для играет длинная рокировка в результате приглядимся к этой позиции белые остались без двух пешек и можно сказать еще последовало потому что ничего интересного больше в этой партии не было рихард раппорт просто реализует свой большой материальный перевес g5 еще играет румынский игросмейстер нельзя забирать пешку на g5 так как будет конь h3 вилка на ферзя и на короля и в случае взятия ладья g8 с выигрышем ферзя на связке после g5 коня 3 мечется куда-то конями азербайджанский игросмейстер ну а рихард раппорт добивает h5 ферзь g3 d3 грозит d2 и после конь c4 скорее всего здесь в угар афган оглу просто просрочил время позиция белых абсолютно безнадежно можно выигрывать миллионам разных способов там и конь e2 побеждает даже можно ферзя там где-то попытаться забрать хотя там на конь е2 ладья е2 ферзь бюджет 3 будет еще в промежутке но в общем здесь по-разному черные побеждают на самом деле у них уже здесь просто огромный позиционный да и материальный перевес поэтому в 27 ходов рихард раппорт обыграл своего соперника идем дальше белыми играл надербека абдусаторов черным играл лиам в ролик давайте посмотрим еще одну интересную партию разыграна защита немцовича позиция постепенно выхолачивается получается такая вот позиция где у черных образуется две пешки на вертикалях c и d которые называются в теории висячими пешками они обладают большой силой но также и большой слабостью сила висячих пешек в том что они контролируют много полей в центре как мы видим поля b4 c4 d4 е4 белым фигурам недоступны а минус у них только один они не могут быть поддержаны другими пешками так как нету пешек соседок по вертикали b и по вертикали е а это означает то что сильнейшей стороне а именно белом нужно попытаться вынудить продвижение одной из этих пешек тогда образуются бреши и туда будут устремляться белые фигуры тем более что если белые будут нападать на эти пешки то защитить их можно также только фигурами конь b5 играет надербека абдусаторов нападая на слона сон f8 не хотит начни хочет лиам в ролик отдавать белым преимущество двух слонов солнце 3 после коня 6 коня в 4 слон б7 б3 как мы видим пешки пока никуда не не двигаются и пока белым не удается как-то получить преимущество конь е4 играет лиам в ролик слон б2 ферзи 5 g3 владя d8 ну и вот в этой позиции надербека абдусаторов допускает чудовищную ошибку которая осталась незамеченной он забирает пешку на поле а7 но выясняется что эта пешка была отравленной здесь надо было срочно играть 1 месяц зубикистана h4 прогонять ферзя и на ферзь а6 а3 отнимая поле b4 у черного скакуна ход же конь бьет а7 привел белок безнадежной позиции но здесь также ошибся или ям в ролик сыграл c4 как я и сказал в данной ситуации с висячими пешками черного лучше всего пешки не двигать и у черных был очень сильный ответ ферзь а6 в анализе выясняется что позиция черных была просто выиграна как ни странно уже потому что сейчас грозит ход d4 и конь g5 вскрывая убойную белую диагональ и дальше после хода конь g5 будет еще и конь f3 шах и конь h3 где-то грозить и здесь у белых просто большие проблемы но прошли мимо этого конь бьет а7 сыграл на дербек и c4 ответил ли ям в ролик сон е4 d е ферзь h5 теперь на дербек аду саторов упрощает позицию переходит в окончание где у него перевес явный поскольку пешки черных слабы после cb а б сон d5 конь c6 играет на дербек и ловит своего соперника в ловушку критический момент в партии наступил на двадцать третьем ходу сейчас белые напали на ладью но и здесь водя c8 сделал самый логичный ход ли ям в ролик и попался в очень красивую ловушку надо было сыграть водя d7 на конь d4 просто f6 и здесь у черных позиция абсолютно равная а водя c8 привело к тому что на дербек аду саторов наносит страшные силы удар копытом коня конь е7 бубу идея в том что на слон бьет g7 будет конь е7 шах и скрывается ладья на ладью слон g7 приходится так играть потому что водя была атакована шах король f8 и вот тут на дербек аду саторов ошибается на двадцать шестом ходу в абсолютно выигранной позиции но правда все равно перевес сохраняется у белых но грязно сыграл на дербек здесь надо было просто забрать на поле c8 теперь на водя c8 найти промежуточный ход слон а3 очень важный и в том что у белых также висел сон на поле b2 а вот после слона 3 у черных висит водя и висит слон причем с шахом скрытым ничего не остается как убрать водю тогда белые забирают шахом и просто играют b4 уводят пешку из-под удара у белых две лишних пешки и выигранная позиция и так король f8 слона 3 и тут ошибается или ям в ролик играя слон b2 пытается он отвлечь фигуры белых но при этом заставляет белых сделать сильнейший ход водя бьет c8 надо было здесь черным побить на поле c1 после комбь от d5 шах промежутки белые съедают слона с шахом и водя c5 водя может вернуться после водя c1 водя c8 создается связка и тут единственный ход за белых побеждает ход конь b6 ну как побеждает ведет перевесу сейчас висит водя и грозит конь d7 вилка король е8 конь c8 водя c1 слон c1 опять получается позиция где две лишних пешки у белых легкие фигуры на доске остались но и позиция выиграна все-таки итак после сона 3 слон b2 ладья c8 ладья c8 конь c8 шах слона 3 ладья а1 в итоге белые выигрывают одну из фигур и остаются значит в позиции с ладьей и двумя пешками против двух легких фигур черных можно конечно было еще где-то здесь бороться но водя сейчас грозит пойти на поле h5 f6 играет ли ям в ролик и g4 еще один сильный ответ брать на g4 нельзя потому что висит конь король е7 король g2 конь b4 ладья а4 тут еще и возникла проблема с пешкой на поле е4 конь уходит забираем пешку на е4 с шахом остаемся с тремя пешками и водей против двух легких фигур но это абсолютно выигранная позиция не стал больше продолжать сопротивление ли ям в ролик и признал свое поражение на тридцать четвертом ходу идем дальше белыми играл клементий сычев черным играл аниш гири наконец посмотрим с вами очень интересный и драматичный поединок который разворачивается между российским гроссмейстером клементием сычевом и гроссмейстер из ниндерландов анишем гири в этой партии был разыгран ферзевый гамбит дебют давайте мы с вами проматываем тут особо ничего интересного не было аниш гири довольно быстро получил неплохую позицию за черных после b5 конь бьет d5 он наносит интересный контур удар слон бьет h3 открывая действие ферзя на коня и выясняется что теперь если сыграть например конь f6 шах то после ферзь бьет f6 если забрать жаж то повисит конь на поле f3 у белых в этом была идея аниша после слон бьет h3 вот здесь клементий сычев ошибается ходом конь f4 он отводит коня из-под удара и нападает на слона но надо было найти сильный ответ слона 5 очень сильный ход был у белых но клементий его не нашел случае взятия теперь можно забрать на поле f6 портим структуру черным и забираем потом слона а после ферзь бьет d5 ферзь d5 конь d5 жаж позиция получается примерно равной и так слон бьет h3 конь f4 теперь аниш гири уводит слона конь g5 ферзь е7 f3 слон d7 конь е4 и после конь е4 слон е4 ферзь h4 играет аниш гири создается угроза взятия коня поскольку пешка на поле е3 связано слоном сомба и 4 пока находит такой интересный ответ климентий сычев но слон отходит на поле а7 слоны f8 король f8 и вот теперь опять же создается угроза взятия и климентий сычев играет coin d5 и этот ход проигрывает партию надо было сыграть ферзь a3 шах объявить двойной удар на пешку и на короля и после солнце 5 b4 прогоняем слона на слона 7 забираем пешку на 6 контратакуя слона и после слон b8 черные нападают на коня ладья d1 контратакуем слона f5 у черных здесь тоже очень интересная игра начинается контратакуем слона на поле е4 и ладья d2 играют белые атакуя слона на поле d7 и в общем здесь сумасшедший дом получается на доске но компьютер говорит что везде позиция держится и так после короля f8 coin d5 играется климентий сычев слон b8 отвечает аниш гири создается очень неприятная угроза слон g3 с дальнейшим ферзь h2 и тут же 4 климентий сычев раскрывает своего короля и это естественно очень должно было быстро привести к поражению правда конь f4 теперь уже тоже не спасает пытаемся вроде бы откупиться пешкой но g5 отвечают черные и у черных позиции уже тоже здесь близкая к выигранной и также 4 водя бьет е4 жертвует качество аниш гири после fs он бьет g4 он полностью раскрывает белого короля и после ферзь b4 шах вот здесь наступает критический момент в партии поскольку аниш гири который добился абсолютно выигранной позиции отошел королем не туда есть такой триллер знаете поворот не туда так вот это как раз тот самый мне кажется триллер потому что выигрывал ход король е8 здесь здесь я нарисовал стрелочками что поле е7 матовое белом недоступно так как ферзь поля h4 держит это поле под контролем а вот у белых сплошные проблемы потому что висит водя на поле е2 грозит сон f3 например если сыграть водя g2 то черный играют слон d6 очень сильный ответ если теперь забрать на поле d6 то черные забирают водю с шахом затем возвращается ферзем и там еще и водя подключается с матом поэтому ферзь d2 и ну и тут заканчивает партию изящный ход водя c2 подставляем водю которую брать нельзя из-за угрозы мата в один ход ферзь a5 из последних сил белый держится но уже не держится так как черные осуществляют красивую матовую комбинацию с жертвой ферзя ферзь h2 шах и после водя h2 слон h2 шах куда бы король не отошел белопольный слон наносит смертельный удар слон h3 или слон f3 шах и мат вот так вот красиво черные побеждали но после ферзь b4 вместо красивой победы после король е8 ужасный ход король g8 привел к тому что черный просто зевнули вилку на поле е7 и после конь бьет c8 еще и мат на поле f8 висит черным все зевнул аниж гири и после ферзь g3 водя g2 просто сдался водя на поле ядин защищена пока ферзем водя атакует ферзя и висит мат на поле f8 это действительно настоящая трагедия когда вы проигрываете выигранную вдрызг партию и так друзья мы с вами посмотрели четыре партии первого тура подводить итоги мы не будем как я уже и сказал будем подводить итоги только после пяти туров а сейчас просто довожу до вашего сведения что первый тур у нас закончился и мы с вами идем дальше белыми играл денис хисматуллин черным играл магнус карлсон магнус карлсон в первом туре играл против моего друга который ранее представлял россию а сейчас представляет черногорию гроссмейстера никиту петрова и магнусу карлсону играющему белыми не удалось ломить сопротивление никиты никита очень упорно оборонялся и сделал ничью сильнейшим шахматистом планеты ну а поскольку я ничего не показываю я вам просто это говорю как факт в данном же поединке у нас тоже ничего интересного до поры до времени не происходило было разыграно разыграно ферзовый гамбит миранская система который очень быстро просто перешел в окончание коневое но и поскольку магнус карлсон является лучшим в мире по разыгрыванию окончаний здесь он дожидается ошибки соперника и она не за горами после хода король d6 вот здесь денис хисматуллин допускает ошибку который стоит ему партии он забирает пешку на поле а6 намереваясь затем вроде бы как будто объявить вилку конем и забрать пешку на 6 но это чудовищная ошибка которая проигрывает партию мы видим что черные напали дважды на пешку на поле g5 но здесь белом нужно было пожертвовать эту пешку к ничей приводил ход король f3 а же а же значит а же fg конь бьет g5 шах черный хрустом съедают пешку остается с лишней но после хода король f4 конь е4 конь f3 если присмотреться непонятно как вообще черным усиливать положение если конь уходит то белый король тут же врывается на поле g5 или на поле е5 если король черный уходит то идем на поле е5 если конь уходит то на поле g5 а так просто прыгаем конем туда-сюда и на самом деле это ничья просто черные не могут усилить свое положение вместо этого после хода король d6 жаж сыграл денис хисматуллин теперь жаж но и выяснилось здесь что нельзя давать вилку вот эту самую потому что после комбьет a6 король f8 конь на поле a6 застревает кричит помогите но помочь ему никто не может после хода король g7 конь бедное животное теряется и черные побеждают после же аж король d3 играет денис хисматуллин но теперь уже после хода коня в 6 пешка на поле h5 гибнет и черные ее съедают и дальше просто ничего белые сделать не могут магнус карлсон перегруппировать свои фигуры вторгается конем после хода коня в 3 поле h4 взято под контроль и дальше беспрепятственно черная пешка марширует ферзи вот так вот использовав одну единственную ошибку соперника магнус карлсон добился победы идем дальше белыми играл мамикон гарибян черными играл пархам максуду посмотрим с вами тоже партию шахматиста из ирана пархама максуду он играл черными разыгран у нас был гамбит блюменфельда и здесь до поры до времени ничего интересного не происходило давайте домотаем черные навалились на пешку на поле е3 со стороны белых и вот здесь после хода c6 черный создает угрозу b5 и белые ошибаются ходом молодья е2 довольно грубую ошибку совершает мамикон гарибян здесь надо было скинуть пешку ходом е4 пешка грозит пройти дальше поэтому взятие вынуждено и теперь мы просто проходим мимо играем f4 грозим ходом f5 вилка водя е7 f5 и после слона h7 слон чернопольный вернее белопольный слон черных оказывается вырезан из игры и белые спокойно играют ферзь b3 нападая на коня на ферзь d5 просто конь d2 после конь d2 ферзь d5 конь d5 слон d2 белые без пешки но ходом c4 они затем вскроют слона затем после водя b1 будут атаковать пешку на поле b6 и у белых здесь полноправная контр игра то есть у черных здесь позиции вообще даже нисколько не лучше но вместо этого после c6 водя е2 сыграл очень пассивно мамикон гребя и черные прорываются на ферзь в фанге ходом b5 и дальше получается так что ничего интересного больше в этой партии и не происходило парха муксу ду провел план атаки на ферзь в фланге добился здесь тотального превосходства образование проходной пешки ну и после хода водя a1 белые еще и зевнули слона на поле c1 поскольку спасти его невозможно так как поля c2 и f1 обстреливаются белопольным слоном черных и так парха муксу ду победил идем дальше белыми играл никита петров черным играл янг шиштоф дуда посмотрим с вами как раз вот это самое интересное противостояние как я и говорил в первом поединке никита петров добился ничьей против магнуса карлсона и сейчас он играет белыми против сильнейшего шахматиста из польши я на кшиштофа дуды было разыграно защита немцовича система рубинштейна позиция получилась закрытого типа здесь черные воспользовались тем что разменялись белопольные слоны и пытаются создать атаку на белого короля после же f4 е4 позиция белых вполне себе обороноспособна ну и вот здесь дальше никита ошибся после ферзь е3 король c8 ладья dg2 вот здесь сыграл никита петров надо было b4 играть срочно ведь черные хотят увести короля на ферзевый фланг и потом как-то пытаться атаковать на королевском так вот после b4 белые все-таки цеплялись а б конь b3 продолжаем давить и здесь у белых есть контр-игра после желания dg2 янг шиштоф дуда играет король b7 водя d2 никита петров повторяет позицию но янг шиштоф дуду усиливать свою позицию играя водя g4 затем передоставляет коня на поле d3 и выясняется что после ферзь f6 у белых уже очень тяжелая позиция так как черные грозят перевести ферзя на поле h5 уже с различными угрозами ну и водя d1 ход который проигрывает партию правда ферзь е2 тоже не помогала ферзь g6 водя g1 ферзь h5 переходят в полный пассив здесь белые черные сразу как-то не пробивают но везде владеют очень серьезной инициативой и так водя d1 и вот тут ферзь бьет h4 шаг зевнул никита петров что черные могут вот так вот пожертвовать ферзя и пришлось сразу капитулировать на король g1 водя бьет g3 и на 43 ходу никита сдался в случае принятия жертвы черные просто забирают ладью затем объявляют ходом конь f2 почти мат поэтому белые вынуждены просто жертвовать ферзя назад и черный здесь лишним качеством и абсолютно выигранной позицией ну а так после король g1 водя бьет g3 разгром не за горами поэтому никита петров признал свое поражение и так янг шиштоф дуда победил идем дальше белыми играл эндрю хонг черными играл на дербек абдусаторов посмотрим с вами как играет шахматист узбекистана тем более что чемпионат мира по рапиду и блицу проходит над самарканде в узбекистане поэтому я буду брать много партий на дербека абдусаторов на обзор тем более что играет он достаточно интересно хотя и рискованно получается здесь позиция из защиты двух коней после слон d4 ферзь c7 ферзь f2 конь f4 солнце 2 c5 слон е3 конь d3 на дербек абдусаторов вторгается своим конем нападает на ферзя нападает на пешку ну и вот тут энрю хонг допускает чудовищную ошибку оставляя такого монстра в живых он играет ферзь е2 и очень быстро проигрывает партию хочешь не хочешь но надо было уничтожать этого коня после слон бьет d3 ладья е1 у черных перевес но не очень-то большой связано с тем что у черных два слона в открытой позиции после же ферзь е2 черный играет c4 теперь на поле d3 настоящий монстр b3 ладья е8 слон d4 слон g5 и тут черные просто развили чудовищную инициативу напали на ферзя после ферзь g2 конь f4 ферзь f2 ладья е2 двойной удар заканчивает партию фигура теряется эндрю хонг с горя жертвует ферзя но ничего ему это не дает на дербек абдусаторов спокойно жертвует качество назад затем перестает к пешке на поле f3 и ходом слон h4 заставляет американского шахматиста капитулировать ладья уходит забираем на поле f3 ну и побеждаем и так на дербек абдусаторов у нас одерживает очередную победу а мы с вами посмотрели четыре партии второго тура идем дальше белыми играл магнус карлсон черный играл тигран петросян смотрим с вами поединок сильнейшего шахматиста планеты действующего пока чемпиона мира по рапиду магнуса карлсона в партии у нас была разыграна защита пирса уфимцева после слон d2 f4 получается так что черные закрывают игру на королевском фланге ладья c1 c5 закрывают и на ферзи вам после ферзь a3 h6 конь е6 играет магнус карлсон но не возвращаться же конем назад черный и тогда g5 g4 спокойно проведут сон е6 d e f3 тигран петросян пытается добраться до белого короля но g3 ферзь c8 вот так вот куда-то уже нацеливаясь на мат конь d5 ферзь бьет е6 ладья е1 намереваясь встретить ход ферзь h3 холодным ходом слон f1 конь бьет d5 cd ферзь g4 после слона f1 b6 h3 ферзь h5 b4 магнус карлсон пытается вскрыть игру на ферзевом фланге и неожиданно ему это удается g5 отвечают черные и после bc вот здесь тигран петросян допускает серьезную ошибку забирая не той пешкой играя bc после чего вскрывается вертикаль b и ослабляются пешки на a7 и на d6 чем немедленно пользуется сильнейший шахматист планеты dc же приводила к абсолютно равной позиции и так bc а ферзь a6 нападая на пешку d ну и после ладья d8 ладья b1 магнус карлсон захватил инициативу выясняется что вся атака черных на краевском фланге зашла в тупик белые забрали одну пешку затем спокойно защитились забрали вторую пешку никакие жертвы здесь черных не работают добраться до белого короля просто невозможно после король h7 забирает еще одну пешку магнус все просто съел жадный магнус и после водя g8 водя c7 циничная игра на упрощение связка лади дальнейшее упрощение неизбежны тигран петросян сдался на тридцать девятом ходу идем дальше белыми играл на дербек обду саторов черным играл цунил дуд луна на райанан давайте посмотрим это противостояние здесь у нас до поры до времени ничего интересного не происходило было разыграна защита немцовича дебют давайте мы с вами проматываем да и метель шпиль тоже потому что здесь игра была примерно равной до поры до времени но с приближением цветнота как вы знаете все становятся беспомощными и начинают ошибаться вот здесь после ab h4 ферзь d1 шах король g2 ферзь е1 начались настоящие приключения черные напали на пешку на h4 на дербеку надо было просто сыграть h5 не мудрствуя лукаво убрать пешку из-под боя и позиция была бы равной но после ферзь е1 на дербек сыграл ферзь е7 сделал внешне активный ход и зевнул удар конь е4 страшный удар перекрытие коня если конь уходит то ферзь g3 шах там уже с матом просто поэтому пришлось здесь на дербеку играть эфи а после ферзь бьет е2 шах король g3 ферзь е3 король g2 тут также ошибся и сунилдут лина на районан побеждал ход ферзь бьет b3 с переходом в ферзевое окончание например шах король h7 белый съедают пешку на f7 но черные путем шахов съедают пешку на е4 нападая на d4 на g4 у белых гораздо больше слабости здесь они проигрывали вместо этого после хода король g2 сыграл ферзь бьет е4 шах сунилдут лина на района и вот здесь на дербек обду саторов мог спастись в пешечном окончании ферзь е4 д е но тут надо было ему найти единственный правильный ход он же этот ход не поднял сыграл король g3 этот ход проигрывает партию h5 давала ничью на g6 единственный ход делает ничью в этой позиции за белых g5 два восклицательных знака прорыв теперь если сыграть например как-то неудачно же например аж то после а6 белый вообще выиграют так как пешка d и пешка h это классические штаны король не успевать за двумя проходными пешками надо играть jh тогда же значит jh и h4 у черных тоже появляются штанишки и в результате пешки превращаются ферзей одновременно и получается ничья после ферзь бьет b6 ферзь c3 шах и так далее вот так вот на дербек обду саторов мог спастись но после d е он сыграл король g3 и теперь после хода h5 суренду тлина на районан пресекает всяческие попытки белых на спасение позиция безнадежно дело в том что король в квадрате пешки d проходной белых а после же аж f5 создается просто пара защищенных проходных и в результате здесь на тридцать девятом ходу на дербек обду саторов сдался он черных очень простой идем королем на е6 на d5 забираем пешку на d4 поскольку в любом случае белые попадут в цукцванг они не могут забрать забирать пешку f так как король выйдет из квадрата пешки е и вот таким вот образом здесь черные победили идем дальше белыми играл ливон аронян черными играл андрей горовец смотрим с вами как американский гроссмейстер борется с белорусским шахматистом разыграна у нас голландская защита и здесь дебют опять же давайте мы с вами быстренько промотаем ничего особо интересного тут не происходило будем останавливаться на критических моментах после ферзь d5 черный как мы видим достаточно хорошую позицию получили централизация ферзь a3 b5 жертвует пешку андрей горовец совершенно правильно делает после ферзь бета 7 играет ферзь c6 защищая пешку на c7 и грозя поймать ферзя ходом например водя 8 но не поймать а забрать пешку на поле a2 ферзь всегда может на поле c5 отступить хотя ферзю здесь на поле a7 тревожно отступает ли он роня на поле a3 ладья 8 ферзь d2 значит b2 и вот тут андрей горовец ошибается ходом ферзь a6 атакуя пешку на a2 ферзь на поле c6 занимал идеальную позицию он не пускал белого коня на поле е4 очень важно и вот тут он ошибся надо было играть g5 с дальнейшим h5 g4 начать надвигать пешки баба игра на все три результата ферзь a6 же сыграл андрей горовец и конь е4 тут же левон аронян подчеркивает неудачу этого хода в результате пешку на поле a2 он отдал но после ферзь c1 он не меняет ферзей а продолжает игру при тяжелых фигурах g5 защищает пешку на f4 андрей горовец и тут левон аронян тоже ошибается ходом водя е6 надо было сдвоиться после чего у белых был бы достаточно серьезный позиционный перевес и так водя е6 водя е8 водя c6 водя е2 и неожиданно черные опять уравняли игру водя бьет c7 шах король g8 теперь водя d2 защищается левон аронян ферзь a1 происходит у нас переход в окончание давайте здесь опять немножечко промотаем и вот тут просто ну не повезло андрею откровенно говоря он добился абсолютно ничейные позиции водяные окончания как известно не выигрываются но тут он сыграл f3 допустил чудовищную ошибку и проигрывает партию легкую ничью например давал ход водя b3 нападаем на пешку b5 тогда c3 водя c5 тогда король f6 король h3 h5 не пускаем короля на поле g4 брать на поле h5 нельзя из-за шаха и ферзь прошел f3 тогда король g6 просто защищаем пешку на h5 это ничья но после водя бьет е5 он сыграл f3 и после g4 позиция белых выиграна просто король идет на поле g3 белые съедают пешку на f3 и выигрывают партию дальнейшее не требует никаких пояснений разменивается пешки ферзь его фланга и далее белые просто добираются до пешки на поле f3 она теряется и дальше белые еще забирают и пешку на поле h5 после король g2 на 63 ходу андрей горовец признал свое поражение идем дальше белым играл даниил дубов черным играл бай джинши посмотрим с очень интересную дебютную катастрофу в исполнении российского гроссмейстера давайте посмотрим с самого начала d4 играет даниил дубов конь f6 отвечает китайский гроссмейстер конь f3 d5 c4 c6 разыгран ферзевый гамбит славянская защита конь c3 dc a4 и слон f5 известный теоретический вариант конь e5 e6 f3 c5 черные контратакуют пешку d4 а белые играют e4 захватывая центр и отгоняя фигуру черных тут cd черные контратакуют коня на поле c3 сомби от c4 жертвует даниил дубов коня на поле c3 но брать пока нельзя потому что ферзь бьет d8 и конь бьет f7 шах поэтому слон g6 защищая пешку на поле f7 и уводя слона из-под удара слон b5 шах и вот в этой позиции на десятом ходу бай джинши допускает чудовищную ошибку которая моментально проигрывает партию он закрывается не тем конем он закрывается конем с поля b и этот ход моментально проигрывает партию надо было закрыться конем с поля f тогда ферзь бьет d4 белые съедают пешку на d4 a6 черные просит слона высказаться ну и дальше происходит тотальный размен на поле d7 после слона f4 слон b4 шах король е7 король е2 белые также могут поставить короля просто без рокировки в центр доски и позиция равная f6 черные играют с угрозой е5 но здесь говорить не о чем после слон b5 шах закрывается не тем конем бай джинши и после слон g5 позиция безнадежно выясняется что связка что делать забираем коня тогда просто бьем на f6 из объем на d7 ферзь c7 играет бай джинши но это не помогает просто так же днил дубов забирает на поле f6 затем забирает на поле d7 и после длинной рокировки забирает еще и пешку на d4 результате белые просто остались лишней фигурой и абсолютно выигранной позиции то есть здесь мы видим что уже лишнее качество у даниила дубова есть плюс король у черных полностью раскрыт катастрофа сон d6 шах слон b8 ладят c1 грозит вскрытый шах от отпрыгом коня король c7 играет еще бай джинши и ферзь а5 шах последний ход в партии тут он сдался на b6 последует конь d5 шах и забираем пешку на поле b6 разгром вот такой вот случился в 19 ходов даниил дубов просто размазал своего соперника стер с лица доски и так мы с вами посмотрели четыре партии третьего тура идем дальше белыми играл я не помнящий черными играл джем кан гокер кан и так россия против турции у нас была разыграна сицилианская защита и давайте здесь мы с вами также немножечко промотаем после ферзь f5 f3 белые подкрепляют коня на поле е4 слон е6 играет джем гокер кан забирает пешку на поле д6 я не помнящий ладят c8 ферзь d2 ферзь g6 h4 h5 и рокировка и так белые закончили развитие у них лишняя пешка но у черных преимущество двух слонов которые в принципе компенсируют им эту небольшую материальную недостачу f6 слон е3 и слон f5 черные хотят отыграть пешку шах король h7 и ладья f2 играет я не помнящий защищая пешку на поле c2 ну и вот здесь чувство опасности подвело турецкого гроссмейстера он играет ладья d8 надо было просто сыграть ладья c7 защищая пешку на поле b7 на ладья d1 ладья c8 надавить вынудить ход c3 ну и после этого можно сыграть b5 у черных не хватает пешки но у них два слона и в принципе неплохая компенсация и так водя f2 водя d8 теперь я не помнящий забирает пешку на поле b7 оставаясь уже с двумя лишними пешками и дальше просто голый материализм я не помнящий взял и просто все съел в результате после водя g3 создается еще угроза очень неприятные ходом слона 6 водя бьет g2 шах жертвует качество с горя джем гокер кан забирает слона на поле е3 но это никак не лечит позицию черных позиция безнадежная после ферзь h6 непомнящий обрушивает силу своих тяжелых фигур на пункт на поле g7 конкретно на слона ладья d7 и король h2 развязывая ладью ферзь b7 и ферзь е6 шах после этого теряется еще пешка на поле f5 ну и после е4 ферзь h5 король g8 ферзь е8 король h7 непомнящий заканчивает партию жертвой ферзя такой вот временный и здесь сдался джем гокер кан поскольку случае взятия будет просто размен всего и вся ну и король в квадрате пешки а пешка а быстро решит исход поединка и так не помню чей у нас победил идем дальше белыми играл парха максуду черным играл магнус карлсон давайте посмотрим очень интересный поединок играли у нас фактически лидеры после е5 слон g5 получается ферзевый гамбит d4 играет магнус карлсон конь d5 и слон е7 после сона f6 слоны в 6 позиции разгружается слон d3 g6 конь f6 ферзь f6 казалось бы говорить не о чем после сон е4 слон f5 магнус идет на дальнейшее упрощение сон f5 gf ед конь d4 ну и вот в этой позиции парха максуду грубо ошибся ходом ферзь c3 надо было поменяться на d4 лишить себя добровольной рокировки ну и после этого позиция у белых чуть похуже но вполне обороноспособная и так ферзь c3 теперь ладья d8 играет магнус подкрепляя коня ладья d2 ферзь g6 нападает на пешку на g2 король f1 пришлось все равно лишаться рокировки пархаму и f4 черные придавили белых по всем фронтам и дальше магнус карлсон добивается очень быстро тотального перевеса меняет ферзей шахматист из норвегии после h5 конь d3 е2 ладья b1 ладья c3 казалось бы что вот-вот сейчас последует сдача но конь бьет f4 играет парха максуду и тут неожиданно магнус карлсон ошибся ходом конь c2 казалось бы что черная пешка вот сейчас превратится ферзя говорит здесь уже не о чем белые побеждают но зевает магнус карлсон красивый такой вот финт белого коня конь d5 сразу побеждал ход ладья c3 просто хотим сыграть е1 ферзь и конь c2 также грозит и все и никаких вообще вариантов здесь бы кроме сдачи у белых не было и так конь c2 конь d5 неожиданно парха максуду нападает на ладью и грозит вилка на поле f6 ладья c6 и конь b4 двойной удар на ладью и на коня после конь бьет a3 конь бьет c6 конь b1 ладья b1 е1 ферзь ладья е1 ладья е1 и конь бьет a7 белым удалось перейти в окончание конь против ладьи причем у белых еще и пешка есть ну и вот эту позицию магнус карлсон играл очень очень долго это на самом деле ничья просто на самом деле крепость и он даже ничего делать не нужно просто они стоят туда-сюда своим конем ну и как вы думаете закончилась партия конечно же победой магнуса потому что ма значит парха максуду который добился вот ничейной стойки вдруг не с того ни сего после хода ладья a7 вместо того чтобы сделать ход конь g5 который приводит к ничьей играет конь d6 и после этого проигрывает партию поскольку выясняется что после ладья d7 напали на коня конь не может вернуться назад и теперь пришлось идти на поле е8 а тут уже магнус карлсон этого коня стреножил после хода ладья g6 конь вообще не двигается и дальше магнус карлсон пошел его завоевывать в результате после ладья d6 король е3 король b5 бедная лошадь оказалась загнана в угол где и померла в страшных муках на 86 ходу парха максуду сдался вот так вот неожиданно закончилась эта партия идем дальше белыми играл максим ваш его граф черными играл дмитрий андрейкин смотрим с вами очень интересное противостояние французский гроссмейстер играет против дмитрия андрейкина разыграна у нас сицилианская защита система паульсона очень интересный острый вариант с разносторонними рокировками и белые и черные стараются скрыть позицию атаковать после водя c8 g4 вот здесь дмитрий андрейкин ошибается ходом ферзь c4 ладья d8 надо было сыграть и на g5 ферзь е7 после ферзь d3 напали на пешку наш 7 например g6 c4 тогда слон а6 ну и вот здесь у белых есть интересный трюк ход после слон бьет d5 водя бьет d5 ход конь c6 сейчас напали на ферзя и грозит ход ферзь бьет d5 поскольку ферзь на поле е7 не защищен такой красивый трюк ферзь b7 тогда все равно заставляем ферзя встать на поле е7 поскольку это вилка и белые здесь выигрывают качество но не факт что выиграют партию поскольку после b5 пробить позицию черных здесь очень очень непросто итак ферзь c4 теперь же 5 играет максим ваш килограф после b5 c3 е5 и конь бьет b5 забирает максим ваш килограф важную пешку конь на поле d5 оказывается атакованный после водя d8 ферзь е2 предлагается размен ферзей дмитрий андрейкин отказывается ну и солнце 2 и вот тут ходом g6 дмитрий андрейкин проигрывает партию можно еще было сыграть слона 6 завязывая коня тогда вынуждается ход c4 черные могут эту пешку забрать ну и дальше после хода коня 7 белый атакует пешку на е5 создается угроза ходом слон d3 надо уводить слона и после водя бьет е5 позиция получается в пользу белых у них лишняя пешка здоровая шансы на победу сохранялись и так солнце 2 g6 теперь максим ваш килограф съедает еще одну пешку на поле а4 от атаки черных не осталось и следа и дальше максим ваш килограф просто все упрощает после слон b3 водя бьет b2 шах он все точно рассчитал отдает пешку на поле b2 но после хода короля 1 продолжение атаки за черных нет а вот у черных сплошные беды визит сейчас просто мат в два хода ферзь бьет f7 и ферзь f6 мат конь d5 играет дмитрий андрейкин нападая на ферзя и этот ход проигрывает партию хотя и сильнейшая конь d3 с точки зрения компьютера также не спасала от поражения после хода конь d3 хотя бы создается угроза воде a2 и ферзь b2 мат но тогда здесь белые побеждают следующим образом они забирают пешку на поле f7 затем дают шах на d6 вилка и в спокойно съедают этого слона оставаясь двумя лишними пешками позиция все равно была выиграна после же хода короля 1 андрейкин играет конь d5 ну и теперь шах король g7 и водя е8 ничего не боится максим ваш его граф просто идет ставить мат шахов у черных нет опасных водя 2 шах слом бьет а2 ферзь f1 слом b1 шахи у черных закончились и дмитрий андрейкин капитулировал и так в этой сложнейшей партии победу одержал французский суперграссмейстер максим ваш его граф идем дальше белыми играл игорь лысый черный играл тимура джабов посмотрим с вами как играет тимура джабов один из сильнейших шахматистов азербайджана разыграно у нас каталонское начало было и здесь давайте мы также с вами немножечко промотаем дебют после слон d2 слона 6 а 5 белый подрывают ферзевый фланг слон b5 а б слон b6 слон а5 игре лысый пытается упрощать позицию владица 8 владя d1 кони в 6 поменялись на b6 поменялись на d8 конь c1 ферзь d4 здесь черные напали на пешку на поле b2 ну и вот тут игре лысый ошибается ходом b3 он уводит пешку из-под удара а надо было ее просто отдать ходом ферзь d1 на ферзь b2 играем конь d3 ну и на ферзь d4 ферзь b1 и здесь как-то белый еще крутится после же хода b3 теперь черный припечатывают белых ходом е4 и выясняется что белым очень тяжело дышать после ферзь d1 ферзь b2 владя е1 h5 владя f1 владя c2 очень быстро как мы видим черные нарастили инициативу белые защищаются изо всех сил а черные спокойно усиливают позицию после владица 2 ферзь b4 забирает пешку на поле е2 тимура джабов после водя бьет едва еще и слон на поле g2 повис в цитноте все зелу игорь лысый после водя g1 конь d5 напали на ферзя грозит конь е3 здесь на 35 ходу игорь лысый сдался и так тимур аджабов одержал победу идем дальше белыми играл магнус карлсон черным играл тимур гореев забыл сказать что мы с вами посмотрели четыре партии четвертого тура ну и теперь смотрим 4 партии заключительного пятого тура первого игрового дня и так магнус карлсон играет против тимура гореева разыграна у нас была испанская партия давайте также дебют немножечко мы с вами быстренько промотаем здесь и остановимся на критическом моменте после конь d3 рокировка g3 слона 6 f4 играет магнус и вот тут тимур гореев допускает очень серьезную позиционную ошибку забирая эту пешку на проходе после чего у него получаются одни сплошные слабости вместо взятия на проходе надо было забрать еф черным и на gf сыграть конь е7 с идеей перевести коня к примеру на поле g6 и так gf конь бьет f3 играет магнус карлсон теперь создается угроза взятия на поле c6 и взятие пешки на е5 слон g4 связка ферзь g2 развязались ферзь е6 слон b3 и магнус карлсон начал давить душить изо всех сил конь пошел на поле f5 в результате у магнуса затем магнус прорвался ходом g4 задвинул пешку на g5 задвинул коня на поле h6 напал на пешку на поле f7 навалился на нее просто со страшной силой ну и здесь после ферзь бьет h5 слон е3 водя е1 магнус напал на слона и неожиданно тимур гареев этого слона просто зевнул забрал пешку на поле g5 и после водя бьет f8 водя бьет f8 водя бьет е3 магнус карлсон поживился этим самым слоном на тридцать шестом ходу тимур гареев признал свое поражение как мы видим достаточно много партий заканчивается в цитноте вот такими вот грубыми зевками фактически побеждает тот кто просто меньше зевает идем дальше белыми играл иван чапаринов черным играл рихард раппорт смотрим с вами партию где была разыграна защита каракан в исполнении румынского гроссмейстера рихарда раппорта произошел размен на поле f3 после слон g5 конь d7 рокировка белый заканчивает развитие слон d6 водя d1 h6 слон е3 g5 играет рихард раппорт ищет бури водя е1 водя же 8 слон d4 играет иван чапаринов нападая на коня ну и вот тут рихард раппорт ошибается ходом водя g6 просто защищая этого коня g4 надо было уже играть сжигать за собой все мосты после а же конь бьет g4 черный владеют пунктом на поле е5 и у них инициатива удивительно почему рихард раппорт так не сыграл и так водя g6 ферзь е2 также ошибается и иван чапаринов белые получали большой перевес ходом е5 такую вот надо было комбинацию рассчитать это вилка надо забирать тогда ферзь е2 напали на коня конь отошел и просто конь е4 создается угроза взятие на поле d6 и взятие коня фигурки у черных зависают после конь g3 по-прежнему висит конь слон d6 тогда побили 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 на d6 побили на е5 ну и получается позиция где у белых две легких фигуры за ладью ну и здесь у черных еще и пешечка есть запасе и так водя же 6 версии 2 позиция сложная сон е5 играет рихард раппорт конь d5 наскакивает иван чапаринов пытается жертвовать добраться до черного короля который застрял в центре cd еd сон d4 d е висит конь шахом висит слон и в этой позиции рихард раппорт допускает решающую ошибку забирая пешку на поле f2 с шахом слон е5 надо было отступить перекрыть линию е после ед конь d7 ладья бьет d7 белые здесь добивались ничьей король d7 шах теперь ладья c6 и шах на поле d5 брать на поле е5 не очень хорошо в этом случае у черных все-таки лишнее качество останется а тут после ферзь d6 ферзь бьет и в 7 шах ферзь е7 уже можно поменяться забрать на е5 и получается позиция где у белых слон и две пешки за качество у черных позиция с нарушенным материальным равновесием примерное равенство и так после d е слон бьет и в 2 шах ферзь бьет и в 2 конь c5 играет здесь рихард раппорт и белые забирают пешку на поле f7 после ферзь f5 король g7 партия заканчивается очень красиво белый играют ладья е8 и конем нельзя забирать потому что просто ферзя превратятся белые ладья бьет е8 и финальный аккорд ферзь бьет и в 6 шах красивая концовка согласитесь друзья на любое взятие следует превращение в коня там например берем королем и превращаемся не в ферзя а в коня объявляя вилку на короля и на ферзя ну и например там после король f7 а король f7 нельзя кстати сыграть там же слон то есть например там король е7 конь бьет c7 белые остаются просто с чистой лишней фигурой и абсолютно выигранной позицией итак иван чапаринов красиво победил а мы с вами идем дальше белыми играл александр рязанцев черным играл ян непомнящий смотрим с вами российское противостояние разыграна у нас защита немцовича система рубинштейна разменялись тут же ферзи казалось бы что соперники играют строго на ничью и позиция действительно просто рыба рыбная но александр рязанцев умудрился просто проиграть буквально на ровном месте давайте посмотрим как это произошло окончание совершенно безобидная водя со против води со слоном после водя b3 слон c4 водя бьет b4 забирает пешку я непомнящий выигрывает пешку после король c5 водя a4 вот здесь белом надо было сыграть король b6 вот так вот играть активно и здесь они держались водя b4 король c5 водя a4 король b6 и так далее но после водя a4 дал шаг на поле d2 александр рязанцев и выяснилось что после хода король c7 король у черных попал вернее у белых попал в передрягу грозит b6 и на король d4 b5 с выигрышем фигуры и все спасения нет вот так вот на ровном месте проиграл александр рязанцев водя c2 он сыграл и после b6 король d4 не стал дожидаться хода b5 от я на непомнящего сдался на 38 ходу непомнящий победил идем дальше белым играл павел панкратов черным играл фабиана круана наконец посмотрим с вами как павел панкратов боролся против американского гроссмейстера фабиана краны второго рейтинга планеты и очень сильного шахматиста который в этом году вообще выступает против просто великолепно но здесь позиция получилась очень интересная и острейшая разыграна была испанская партия давайте здесь мы с вами проматываем поскольку здесь пока особо ничего интересного нет после водя бьет b7 водя c6 водя a7 черный переходит к обороне король f1 конь d3 водя b6 водя c7 король едва е4 черным удалось стабилизировать позицию и дальше опять начинается у нас очень интересный этап борьбы черные забирают пешки на королевском фланге белые бегут ферзи после конь е2 слон b2 конь c3 шах король c2 е3 пешка черных тоже пытается куда-то бежать водя е8 едва коня 3 белые перекрываются грозит ферзь и тут конь d1 играет фабиана круана нападая на слона на поле b2 водя бьет е2 играет павел панкратов если превратиться ферзя то вообще начинается сумасшедший дом черный забирают на поле b2 и на король d3 превращаются ферзя после водя бьет е1 конь f2 шах король е3 слон бьет е1 получается позиция где у черных за ферзя водя слон и пешка все пешки на одном фланге компьютер говорит что это примерное равенство хотя мне кажется что с человеческой точки зрения проиграть здесь может абсолютно любой и так водя бьет е2 конь бьет b2 теперь a8 ферзь и вот тут наступает критический момент в партии фабиана круана ошибся куда отпрыгивать своим конем он прыгнул конь c4 и этот ход проигрывает партию а конь d3 шах давал ничью дело в том что на король бьет d3 мы даем шах на a3 двойной удар на короля и на ферзя ну и получается окончание слон и пешка против води это ничья после a8 ферзь конь d3 шах если куда-то отступит король то в любом случае везде получается вечный шах ну или теряется водя на поле едва что также очень нехорошо короче здесь было везде ничья но конь c4 сыграл фабиана круана король павел панкратов отступил на поле b1 напал на ладью водя бьет е2 теперь конь бьет c4 и в результате белые просто остались в окончании с ферзем против води ну и здесь уже белые очень легко добиваются победы так как ферзь это грозная сила особенно в купе с конем конь подключается к атаке и после h4 сдался фабиана круана на взятие будет шах с двойным ударом ну а так позиция черных безнадежно и так павел панкратов одерживает победу а мы с вами посмотрели все партии пятого тура и в целом посмотрели 20 интереснейших результативных поединков первого игрового дня мне не остается ничего иного как вместе с вами теперь посмотреть результаты участников после пяти туров абсолютно всех участников этого турнира смотрим в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 Находясь на моем канале Для вас работал и комментировал Олег Саламаха Играйте в шахматы, любите шахматы И увидимся на обзоре следующего тура Или же следующего супер турнира Счастливо!